В этом видео давайте поговорим с вами про ценности. Я собрал в этой небольшой методичке все, что нужно знать, использовать для того, чтобы разбираться, к чему мы идем, как мы идем. Сейчас поговорим о ценностях. Что же это такое? Это то, что важно для конкретного человека. То, чему он стремится и руководствуется в своих решениях и действиях. Ценности лежат в основе жизненной мотивации. Ради своих ценностей люди готовы действовать, предпринимать усилия. Движение к ценностям дает энергию и ресурсы. Понимание своих ценностей помогает принимать важные решения для своего комфорта, без оглядки на стереотипы и навязанное мнение. Ведет к осознанности и счастью. С помощью ценностей создают сильные продукты, компании привлекают клиентов и ключевых сотрудников. Исходя из всего этого, нужно найти свои ценности, понимать их, осознавать и применять на практике. Итак, существует два типа ценностей. О них мы говорили ранее, но никогда не поздно еще раз это обсудить. Я надеюсь, вы понимаете, в чем разница. Это ключевая позиция нашего курса. Что есть два вида ценности. Это уровни терминальные и инструментальные. Уровни терминальные – это стремление и действия инструментальные. Здорово, если они совпадают. Терминальные ценности отвечают за видение идеального мира. Например, это свобода, власть, наслаждение жизнью, традиция, то, к чему человек стремится. Это как бы свойство мира, и человек считает, что именно это свойство является наиболее важным. То есть он сам хочет, чтобы у него это было, та ценность, с которой он стремится. И чтобы люди вокруг тоже ее исповедовали, тоже жили в гармонии с собой и с этой ценностью, которая именно у него. Он считает, что так правильно именно. Откуда она берется – неизвестно. Может быть, это черты характера, может быть, это что-то, что внутри у человека горит. Нам это не сильно важно, потому что мы не ученые в данном вопросе. Мы просто констатируем факт, что у каждого человека есть свои ценности. И мы не пытаемся кого-то переубедить. Мы пытаемся использовать то, что есть, понимать, к чему человек идет, какой у него вектор направленности. Исходя из этого, мы можем с ним как-то начать взаимодействовать в правильном формате, чтобы влиять. И также есть инструментальные ценности. Это проявления. Отвечают они за проявления, действия и качество человека. Например, это может быть системность. Честность. Когда он последовательно находит общее, из большого количества информации находит общее и собирает какую-то последовательность, у него получается система. Изобретательность, например, может быть. Честность. Когда он привык говорить честно, несмотря на то, что это может кого-то обидеть. Либо, наоборот, общительность и сглаживание углов, но в силу того, чтобы налаживать именно отношения между собой. Независимость может быть. Либо, наоборот, зависимость. Подчинение. Служение тоже может быть инструментальной ценности. Ответственность отвечает на вопрос, каким способом инструментальная ценность. Каким способом человек или компания двигается к терминальным ценностям. В общем, здесь два главных у нас лагеря. С одной стороны, мы получаем, к чему мы стремимся этой векторной направленности. А второе, это как мы это используем. То есть, к примеру, наша задача копать яму. Вот это наша ценность, чтобы яма была выкопана. А каким способом мы будем это делать? То ли совочком, то ли лопатой, то ли экскаватором, то ли наймем каких-то других людей. Это уже инструмент, который мы используем. Бывает, что мы используем правильные инструменты. То есть, к примеру, если мы копаем яму, мы лучше всего пригоним экскаватор и будем максимально эффективно это делать. Тогда у нас и ресурсы есть, и ценности инструментальные, экскаватор. Он соответствует нашим ценностям копать яму. Если мы для этого используем, например, совочек, либо водомет, либо лопух какой-нибудь берем, то получается, что мы используем неправильные инструментальные ценности для добавления своих. Почему мы можем использовать, допустим, лопух, либо палку-копалку? Потому что другие люди думают, что это правильно, и они нам навязывают это свойство. Мы за счет других людей принимаем на себя веру, их убеждения, и действуем, как они хотят. То есть, допустим, у вас в обществе заведено копать ямы палкой. И никто даже не думает о том, что можно взять совок или, более того, пригнать экскаватор. И вы в силу того, что другие люди на вас так взаимодействуют, они говорят, что тот, кто копает палкой, тот молодец. Вы тоже копаете как палка, хоть это может быть и не так эффективно. И вот здесь очень важно понимать, что вы действуете в интересах своих ценностей, именно, допустим, копании ямы, и используете те инструменты, которые действительно эффективны, без примеси того, что люди навязывают вам, стереотипы. Также можно в стереотип попасть, ваша задача, например, копать яму, это ваша ценность, а другой человек говорит, давайте не яму копать, а в поход пойдем. У него ценность к переключениям, например. А ваша задача там сделать фундамент, например. И вы можете повестись на его уговоры, на его лидерство и уйти. Но это будет не вашей ценностью, вы в походе будете все время думать о том, что у вас яма не раскопана, и вас будет тянуть назад. Это получается несоответствие именно на уровне терминальных ценностей, когда вы делаете то, не ради чего вы родились ее, не ради вашего предназначения, а ради предназначения других людей, потому что он был лидер, и он очень искусно вас завлек. Вот это очень важная вещь, что вы должны, чтобы у вас было именно счастье в жизни. Мы должны стремиться к тому, к чему мы сами стремимся. Неважно, что это будет, свобода, красота, подчинение, может быть, кстати, ценность, традиция. И теми способами, на которые у нас есть таланты. Инструментальные ценности – это то, что у нас есть, скажем, это не ресурсы, у нас тема с экскаватором, наверное, была просто для иллюстрации. Ресурсы у нас есть внутренние, наши таланты. Кто-то творческий, кто-то системный, кто-то лидер по призванию. И мы используем именно свои внутренние таланты, связанные с типами нашей личности, с нашими личными внутренними качествами, для того, чтобы достигать ценности. Тогда у нас получается гармония. Я достаточно долго останавливаюсь на этом моменте. Почему? Потому что это действительно очень важная вещь. Это, наверное, самое здесь главное, потому что все остальное на это наслаивается. И когда вы будете видеть в своем поведении и вообще в понимании того, что вы делаете, будете видеть эти две составляющие, куда вы идете и каким способом, это даст вам возможность внутренне тоже успокоиться, понять, что вы действуете правильно, либо наоборот, в силу своего характера, будете что-то делать сейчас не так, и скорректировать в уровне путь свой, для того, чтобы у вас было все хорошо в плане душевного состояния. Потому что здесь идет раскачка души и внутреннего состояния, если делать что-то не так. И, соответственно, люди, которые приходят к вам в команду, очень важно, чтобы они были тоже направлены на то, на что и вы направлены, для того, чтобы в команде у вас не было лишних людей, которые, если вы идете в поход, а человек по призванию копает яму, то он вам, наверное, сильно не поможет, особенно если вы едете через море, да, и там земли вообще нет. В общем, у него будут другие инструменты, другие ценности, и он будет чаще всего постоянно негативить, не потому что он плохой человек, а просто потому что это не его ценность. Поэтому каждый должен быть на своем месте, и задача руководителя, если мы об этом говорим, об управлении людьми жизнями, то ваша задача распознать для себя сначала, и потом других людей тоже соединять именно по ценностям, тогда будет сильная команда. Дальше. Дисбаланс. Иногда на терминальном уровне человек ориентирован на одни ориентиры, а на инструментальном в практической деятельности на другие. Собственно, вот здесь и получается дисбаланс, с которыми мы только что говорили. Несоответствие происходит из-за неправильных установок внутренних конфликтов. Да, помимо общества, может быть внутренние конфликты, когда человек просто не на своем месте. Вызвав их невдовлетворенным потребностями, неправильно выявленными ценностями, навязанной ценности под давлением сообщества или авторитета. Кто-то сказал, и человек делает, не подумав. Откуда это возникает? Это возникает из свойств мозга, что просто людям свойственно меньше думать, больше действовать так, как сказали другие. То есть люди в целом стремятся подчиняться, поэтому если кто-то сказал, особенно авторитетный, человек может быть без анализа, принимать на веру то, что надо делать, что надо быть таким, что надо действовать именно таким образом, как заведено, как сказал авторитет. Но это может быть противоречиво ему, и у него получается дисбаланс. То, как говорит общество и как говорит авторитет для него, потому что это важно для выживания, и то, какие у него таланты и призвания конфликтует с тем, что у него есть. Очень часто такое встречается, когда я вот обучаю дизайну интерьера, и у меня есть много очень студентов, которые по руководству, не по призванию пошли работать, а по рекомендации родителей пошли, допустим, на экономисты, юристы, бухгалтеры, девушки особенно творческие, которые пошли в силу безопасности по рекомендации родителей в вузы, которые не для них. В итоге они, как отличницы, доучились, работают на нелюбимой работе и хотят сменить сферу деятельности. Почему они пошли? Потому что послушали авторитета, потому что пошли в безопасность, но по факту они недовольны своей судьбой. Вроде все нормально, вроде достаток есть, деньги есть, но что-то вот не то. То есть смотрит человек передачи, смотрит журналы и мечтает, что он будет дизайнером, потому что у него в душе идет творческая личность, живет. Она там всегда жила, но не нашла реализацию потенциала. Так вот, человек просто не на своем месте, ему нужно обязательно переквалифицироваться и получить профессию дизайнера для того, чтобы найти гармонию в душе и удовольствие. То есть это нормально, важно, что это нормально, что это мы понимаем и если мы это поняли, то лучше поздно, чем никогда, чем мы всю жизнь будем мучиться и не понимать, где у нас дисбаланс. Дисбаланс как раз от этого. Поэтому здесь очень важно проанализировать, у нас есть тесты, которые мы проходим, там в том числе профориентация. Если вы чувствуете, что вы где-то не на своем месте по профориентации, то возможно вы занимаетесь не тем делом, у вас есть некий дисбаланс. Возможно, то, что где-то что-то не получается, оно вызвано не потому, что мир странный или сложно продавать что-то, или продвигаться, или сложно команду создать, а просто может быть вы действуете не теми способами, ведете не к своей цели. В общем, если с этим мы поработаем, то уже можно огромное количество материалов проработать для себя и получить баланс, дисбаланс перевести в баланс. Значит, дисбаланс влияет на психику, человек беспокоен, не собран, происходят перепады настроений, страх, тревожность, действия не согласованы, результата нет, падает, соответственно, мотивация. Еще один момент, мы об этом тоже будем говорить. Мотивация далее и хорошее настроение, которое абсолютно необходимо для того, чтобы двигаться вперед и получать удовольствие от работы, для того, чтобы организм получал дофамин, серентонин, полезные стимулирующие гормоны. Это нужно заниматься именно своим делом, потому что если этого не происходит, происходит работа только на силе воли, на силе воли далеко не уедешь, человек в любом случае становится заложником того, что он действует не в своих интересах и в него отсутствует самая главная мотивация. Он должен искать внешнюю какую-то мотивацию и он несчастлив. В общем, если у вас где-то есть упадок энергии, если мотивации не хватает, это тоже верный признак того, что вы просто заняты не своим делом, не на своем месте. И возможно, возможно это какие-то там внутренние проблемы, связанные с характером и несобранностью. Да, это может быть, естественно, но чаще всего это связано с тем, что вы не тем делом занимаетесь, не на своем месте. Можно это проверить. Баланс достигается для того, чтобы жить полноценной жизнью, следует привести в порядок ценности, поставить правильные цели и развиваться и двигаться к их достижению без препятствий. Препятствия я имею в виду внутренние именно установки, которые у вас есть, которые накопились из-за того, что мы действовали неправильным способом долгое время. И из-за этого у нас накопились внутренние проблемы в организме, связанные с тем, что модели поведения закрепились, которые ведут к какому-никакому результату. И мы понимаем, что нужно это убрать и действовать по-новому, а это уже тяжело. То есть выступает такая инерция, и мы должны тоже это осознавать. Я не говорю, что с этим легко справиться, но мы должны это понимать, осознавать и с этим работать как-то. Вот здесь задача пока это понять. Дальше. У нас есть организация. Если у людей ценности терминальные и инструментальные схожи, и есть лидер. Это важно, что кто-то собирает всех, ведет к единой цели. Способность сформулировать идеи и продукт, систему для добычи и справедливого распределения ресурсов. Образуется сообщество, организация, в котором люди добиваются своих личных целей, ведущих к общей терминальной ценности. Здесь мы можем посмотреть механику сообщества. Будет четвертая тема привлечения клиентов, когда мы создаем сообщество. В принципе, любая хорошая, действующая, правильная организация, она сама регулируется за счет того, что все идут к единой цели. И там есть правильное распределение ресурсов, каждый человек находит там свое место. Есть лидер обязательно, есть общие идеалы и общая этика работы. И задача как раз суперсильного лидера и суперсильного организатора создать именно такую команду, компанию, которая саморазвивается. По сути, создать живой организм мы являемся таким креативщиком, создателем, который сам себя подпитывает, сам работает. Внутри этого организма есть люди и лидеры дополнительные, которые тоже двигают эту тему вперед, которые сам производят дополнительные продукты. И это такая вечная живая тема, которая чаще всего переживает даже своего создателя. Так создаются суперсильные компании, есть механика, есть методика, как это делать. Если кому-то будет интересно, ответы будут все в нашем курсе и мы можем этим заниматься. Абсолютно понятно, как это работает, можно это использовать. Здесь нужно понять, что организация, она начинается в любом случае с лидера. Как только человек осознает свои ценности терминальные и понимает свои инструменты, он начинает действовать, создает продукт. И дальше он за счет того, что становится более ярким, к нему другие люди тоже примыкают, потому что люди хотят следовать за лидером. Если мы проявляемся как лидер, то получается, что люди и идут к нам и находят свое счастье, удовлетворение в своих жизненных потребностях в том, что следует общей теме, общей цели. Противоположные ценности, как правило, враждуют. Есть такая, если у нас есть, даже если мы двигаемся к единой какой-то цели, общей, терминальной, у нас есть разные способы достижения. И здесь очень часто бывает, что мы боремся, вот две какие-то структуры борются за умы, за людей. То есть у нас есть органиченность ресурсов, людских даже получается, и кто лучше светит, к тому и придут самые лучшие кадры. Если мы берем две, допустим, даже большие корпорации, то всегда идет борьба за лучшие кадры. И они соревнуются уже не на уровне ценностей терминальных, потому что, допустим, все люди или все сотрудники, они идут к одной ценности. Они соревнуются на уровне ценностей инструментальных, то есть какие они принципы исповедуют и к чему они стремятся. Могут соревноваться также на теме терминальных ценностей, но это происходит, тогда уже могут быть совершенно враждующие организации. То есть конкуренция на уровне людей, это уже на уровне происходят ценностей и терминальных. А терминальные ценности происходят, когда у нас враждующая абсолютно организация. То есть когда кто-то, допустим, за быстроту стройки, вот допустим, давайте возьмем строительный сектор, кто-то строит большие дома, он говорит, я за то, чтобы у каждого человека была какая-никакая маленькая квартирка. И он строит вот эти вот многоэтажные здания и заселяет туда людей. А другие с абсолютно другой ценностью, они за природу, они говорят, не нужно нам вот этих вот зданий, давайте строить маленькие домики, давайте строить деревни. Это кардинально разные на уровне терминальных ценностей, ценности, да, и люди эти будут никогда не примиряться, это вот конкретные враги. Но если, допустим, кто-то строит, давайте возьмем те же самые умные деревни вот эти, да, значит, кто-то строит умные деревни с предпринимателями, то есть за удаленную работу, за распределенную работу, за то, что там будут ценности уже терминальные. IT-технологии, например, какая-то такая, стартапы там будут, именно бизнес-направленность, это одна сфера ценностей, именно инструментальных, как к чему мы идем. А вторая сфера ценностей, это может быть, допустим, эко-поселение, там люди не связаны практически с IT, они фермеры больше, они там разводят коз, коров, там делают, ну, как деревни, да, делают эко-продукты, и вот их ценность связана именно с соединением с природой. Вот, тогда получается, что и те, и те строят дома, и те, и те строят деревни, но философия, как бы, ну, разная, тогда получается, как бы, как для тех людей, которые строят, как бы, и те, и те одинаковые, но абсолютно будут разные позиционирования. Таким образом, можно комбинировать и находить как общие черты в разных сообществах, так и одинаковые. Также можно и строить сообщества на какой-то теме большой, глобальной, и на инструментах, которые тоже, ну, здесь помогают. То есть, это мы и должны делать, и если, либо мы это делаем сами, либо мы ищем другие компании, которые уже это сделали, и приходим вместе с ними, к ним работать, то есть, в качестве сотрудников, это тоже нормально, то есть, мы можем не обязательно строить эту всю команду, то, что я сейчас рассказываю, можно к кому-то примкнуть, но примкнуть, понимая, что ценности организации, к которой вы идете, либо компания, либо учебного заведения, либо лидера, с которым вы работаете, они связаны именно с вами. И если эти ценности совпадают, то чаще всего вы дадите очень много для этой компании организации, сможете там продвинуться, если вы талантливы в своем направлении, а организация или лидер может дать очень сильно вам, тоже в плане личного роста, и вы просто гораздо быстрее перейдете к своим тоже целям, ценностям, вернее, целям, да, получается уже, закроете их вместе в сообществе с такими же людьми. То есть, в любом случае, как бы мы не старались что-то там свое создавать и отличаться, это очень хорошо и классно, да, но это достигается на определенном пути, то есть, мы всегда находимся и в создании своего сообщества, начиная с семьи и своей компании, это да, но плюс всегда мы работаем на клиента, на кого-то. То есть, у нас есть, мы как бы и сами являемся важным сообществом, ядром, и вокруг себя собираем людей, и всегда являемся тоже частью чего-то большего, частью какой-то системы, ну, как минимум, системы той страны, в которой мы живем, и если мы здесь живем, и нам нравится, да, если мы не говорим, что давайте там все уедем, и если мы не подрываем там устройство и, значит, власть, ну, не являемся мы там диссидентами какими-то, да, нас в целом устраивает, и мы живем и здесь находим себя удовлетворенно, да, если мы любим родину, если мы любим там свое место и пытаемся здесь найти себя и построить что-то, построить свой бизнес, это говорит о том, что мы так или иначе встроены тоже в систему. То есть каждый человек и сам является источником и создателем системы, начиная с семьи, да, и заканчивая там компанией, и входит в другие семьи и системы, начиная с компаний, на которых он работает, если он сотрудник, компанией, с которым он сотрудничает, если он, ну, независимая ИП, либо там организация, с которой просто выполняет заказы, и заканчивая уже более глобальным, страной там, в которой живет, и если ему нравится, да, то, соответственно, он тоже частью этой системы. Да, если не нравится, это неважно, кстати, да, нравится или не нравится, если ему не нравится, он уезжает в другую страну, эмигирирует и становится частью ценностей и частью системы вот другой страны. Соответственно, он делает свой выбор тоже нормально, вот, соответственно, у него есть тоже выбор, и он меняет ценности. Вот от этого, в принципе, все и происходит. причем ценности могут быть в разного характера как мы понимаем как смена климатических условий это значит человеку как бы больше гедонист и ему за то чтобы хорошая погода была везде так и политически например ему не устраивает там именно строй диктатура там власти либо наоборот распущенность то есть вот ну получается людей излишне демократичность либо наоборот из ли из личной авторитарная власть соответственно тоже волен человек свободный меняет страну и исповедую те ценности которым он идет вот мы всегда являемся тут главной мыслью источником создания компании ценности и наоборот мы всегда принадлежим чему-то и ключевая здесь моя мысль то что всегда смотрите чему принадлежите соответствует ли это вашим ценностям идеалам потому что если нет но бессмысленно как бы бороться можно ну наверное сделать что-то там свое и присоединить людей либо присоединиться к кому-то кто тоже уже сделал что что вы хотите для того чтобы усилиться ценности для продажи дают добавочную стоимость при прочих равных показателях но это уже для компаний нас которыми которые вы создаете и продукт который вы делаете если к продукту добавлены ценности компании и это важно людям то люди будут платить больше это и называется как бы бренд до бренд не только ожидание эксплуатационного характера связанные с продукцией но и присоединение если вы транслируете ценности и люди могут покупать в ваш продукт только для того чтобы поддержать именно вас это тоже может быть это достаточно большая прибавка к стоимости может быть поэтому выгодно всем этим заниматься и выгодное транслировать более того если у вас продукт достаточно одинаковые с другими то вы можете выделяться только благодаря ценности только благодаря сообществу только благодаря собственность и людей возьмем харawl де вин санда вот а цикл да как казалось бы мотоцикла и мотоциклы, но вокруг них получается легенда, история и сообщество людей со своими правилами и регламентами. Можно как угодно относиться к сообществу, но оно есть, оно существует, и человек, если разделяет ценности сообщества, свобода, дух и иерархия, там видимо есть, наверное, подчинение там даже есть, стремление к власти есть, дух бунтарства, наверное, тоже там есть. Я, честно говоря, не изучал, я так взял сейчас просто из головы, но если человек разделяет именно это, ему это близко, новые впечатления, то, соответственно, он не будет думать, какой мотоцикл купить, скорее всего, он купит мотоцикл, который разделяет тоже эти ценности, не то что разделяет, он транслирует их в мир, он является компанией, которая как раз воплощает это, это, собственно, то и что делает бренды. То же самое можем сделать с нашим продуктом, даже на локальном уровне, не важно, что мы продаем дизайн интерьера, копирайтинг текста или видео какой-то продакшен, как мы это делаем, для чего мы это делаем, если мы просто даже транслируем эту информацию, то есть многие люди просто захотят изменить мир и так как сами не могут, они смогут просто пожертвовать вам условно какое-то количество денег. Этим пользуются, кстати, свойством, ну не то, что пользуются, это так работает, допустим, для животных, да, то есть есть фонды поддержки животных и в этих фондах, ну, ты или, допустим, поддержки каких-то больных людей или детей, в общем, человек, когда собирают фонды пожертвования, оно на то и связано, да, что человек сам не может этим заниматься, но он жертвует деньги ради того, чтобы его ценность, допустим, помогать ближнему, это ценность, да, у человека есть, она обеспечивается за счет, он делегирует это обеспечение другим людям, вот, и он как бы копеечку жертвует при покупке, при, просто переводит там на карточку, либо переводит фонд, в общем, он причастен, так же и здесь, то есть если это свойство работает для фондов, то здесь свойство не только, кстати, работает помогать других, это одна из ценностей помогать другим, на самом деле, это одна из ценностей, и если у человека есть там другая ценность, например, что все было вокруг красиво, то покупая твою продукцию, если ты транслируешь эту ценность, то он соответствует себе, но он сам не делает, он как бы заплатил копеечку, да, какую-то небольшую, и он уже чувствует себя причастным. Эти свойства человеческого мозга и характера эксплуатируют как раз-таки вот эта вот история, ну, в хорошем плане эксплуатируют, я имею в виду, используется эта история, и это тоже работает на ценности, за счет ценностей. Ценности и потребности, есть разница, значит, многие путают, либо можно спутать эти понятия. Потребности – это то, что хочется делать, чего добиваться, чего испытываешь удовольствие, то есть то, что тебе вот что-то внутри хочется, там, автомобиль, либо денег сколько-то, либо отдых, ну, что-то тебе именно хочется, вот то, что нужно удовлетворить, жжение внутри. А ценности – это основные мотивы, более глубокие, это не то, что сиюминутно хочется, а то, что хочется, ну, в дальнейшем, да, глобально для себя и для мира. Потребности, можно сказать, как бы животное часто вступает в конфликт с ценностями человеческими, и это очень хорошая такая история для того, чтобы себе это отслеживать. Ну, часто бывает в отношениях, да, допустим, ты в отношениях состоишь мужчина-женщина, да, муж-жена, да, у тебя есть ценности человеческие и взаимное уважение, но есть, допустим, ну, некий соблазн, да, сиюминутное, там, желание, там, воспользоваться, например, изменить другим человеком, например, и вот у многих это конфликт возникает, особенно у мужчин, ну, я не знаю, у женщин, наверное, тоже, но, в общем, возникает. С чем это связано? И человек не может побороть, вот часто к психологам обращаются с таким вопросом, побороть это достаточно просто, не надо себя как-то перебарывать, да, то есть нужно обратиться к именно ценностям своим, ключевым, важным, то есть потребности борются легко ценностями. Если тебе, как бы, ценен сам по себе человек, с которым там ты живешь, если тебе ценны именно отношения, если тебе гармония, счастье и в семье, и самоуважение, на самом деле, оно именно ценно тебе, и ты испытываешь от этого ценность, то ты даже не будешь думать о том, чтобы, то есть у тебя может возникнуть, естественно, значит, как у животных какая-то реакция, да, естественная, но ты не будешь следовать этой реакции, почему? Потому что у тебя ценности победят. И наоборот, получается, если у ценностей нет никаких, если человек, ну, не понимая, зачем ему нужно, не собран, либо у него не сформулированы ценности, то он ведет себя по отношению и к партнерам, и к деловым партнерам даже, да, и к сотрудникам с точки зрения максимальной сиюминутной выгоды животных. То есть в целом тут нельзя сказать, это хорошо или плохо, я вообще как бы не осуждаю, и может быть по-разному в жизни, просто нужно понимать, как работает механизм, если у вас есть какое-то там сиюминутное там желание где-то, либо, которое нужно победить, привычку какую-то, оно побеждается именно ценностями больше человеческими. И когда, допустим, ну, возникает какой-то вопрос, например, идти ли на сделку, либо, значит, получить ли сколько там денег, например, да, незаслуженно, у тебя возникает вопрос, как бы, насколько, то есть у тебя возникает соблазн сделать что-то нечестивое, например, да, но если у тебя нет ценностей человеческих, к которым ты стремишься, и ты не задаешься вопросом, как это семиминутное животное желание, быстрой выгоды, наживы, там, удовольствие, оно отразится в итоге на глобальном твоем пути, если у тебя нет глобального пути и нет вот этих вот ценностей, то чаще всего ты будешь думать, а почему бы и нет, один раз живем. И, соответственно, что происходит? Происходит, что расшатывание идет нервной системы, почему? Потому что ценности нет, и ты двигаешься за счет животных, сиюминутных таких вот импульсов, у тебя нет стержня, и от того, что нет стержня, на самом деле, это все больше еще раскачивается, и ты уже начинаешь идти, ну, в разных направлениях тебя начинает шатать, и ты работаешь с точки зрения потребности. Потребности, они диктуют то, как ты будешь делать, потребностей очень много, потому что мозг, он достаточно такой интересующийся, да, все, что вокруг интересно, и все, что сейчас его стимулирует, ему интересно, да, буду смотреть фильм, не буду делать уроки, да, в принципе, вот такое детское поведение. А это детское поведение, оно ведет как раз к тому, что не будет результата. И в итоге сиюминутные какие-то желания, связанные с быстрым заработком, с, там, изменой, с нежеланием посвятить время чему-то научному для того, чтобы поработать, да, там, больше отдыхать, меньше работать, откладывание, прокастинация и перфекционизм даже, какие-то такие вещи, все негативные качества, они связаны с тем, что мозг ленится и удовлетворяет текущие животные потребности вместо ценностей человеческих. Поэтому ценности очень важны, основные, для того, чтобы это было ориентиром к движению. Если ценности, они обозначены достаточно явно, то получается, что потребности даже не будут возникать, потому что мозг будет настроен на высший результат, он будет понимать, зачем, что он делает, и остальное просто не будет работать, потребности, то есть они будут биться ценностями, потому что они будут являться первоочередным мотивационным действием. Это не потому, что мы подумали головой и решили, что вот так поступать нехорошо по каким-то причинам. Ценности работают не так, они работают, что мы даже и не думаем об этом, то есть мы моментально, у нас мозг сопоставляет, насколько у нас ценности важны, и он это знает, понимает, это у нас состояние души, что он даже не допустит каких-то мелочных поступков, да, то есть ты не украдешь, не наживешься, не изменишь, не сделаешь какие-то там вещи, о которых там будешь жалеть, которые влекут сиюминутную выгоду, но в перспективе ломают именно вот ценностный наш ориентир. Вот это такая интересная вещь, в принципе, обо всем написано там в любых практически религиях, это достаточно сложно понять, но инструмент к пониманию того, как справиться с сиюминутными какими-то желаниями и делать то, что нужно, а не то, что не нужно не делать, он связан с ценностями, именно с их осознанием. Достаточно долго останавливаюсь на этом, но, не знаю, мне было интересно с этим разобраться, а в том числе я смотрел про к текущих психологов, тоже беседовал, и как раз-таки тоже пришли к выводу, я посмотрел ответы на вопросы, которые задавали люди, как справиться вот с сиюминутными страстями. В принципе, всегда ответ был такой, что посмотри, нужно ли тебе это, важно ли тебе это, выяви свои ценности, сформулируй их точно, и тогда у тебя потребности не будут возникать, они не будут биться с ценностями, если то потребности, значит, как туз кроет там шестерку, например, или там, я не знаю, как там в картах, в общем, у тебя более важная масть, это туз, это ценность, а потребность это у тебя там дама или король, да, и туз всегда кроет, потому что он просто старше, так же и здесь, но чтобы он крыл, у тебя он должен быть, и чтобы он был, его надо сформулировать. Далее, одинаковые разные ценности. Ценности применяют для сбора широкой или узкой аудитории на продукт или бренд. Чем более детализированная ценность, тем крепче позиция и отношения с представителями, но тем сложнее найти людей узкой ниши. Здесь мы должны понять, что есть определенное количество ценностей, да, и определенное количество людей. Всего их в круге Шварца, да, допустим, 19 основных, ну или 10 в упрощенной версии. Таким образом, у нас получается, что чем меньше мы делаем... Так, вот если у нас круг, то получается, у нас он разделен на сектора, и чем меньше мы выделяем какую-то ценность, с которой мы работаем, тем у нас, давайте так, вот любовь, да, и движение к нам, оно больше от людей. Почему? Потому что возникает такая ситуация, что человек смотрит, именно эта ценность, именно она у него является ключевой, и именно эту ценность он видит у нас, у вас. И тем самым любовь становится выше, то есть больше. Вот, но тем самым людей становится меньше, вот этот вот сектор. Если мы берем параллельную, вернее, дополнительную боковую ценность, к примеру, это свобода, это наслаждение жизни, это творчество. То есть это вот дизайнеры все возникают. Здесь просто люди, которые хотят во что бы то ни было, например, свободы. А здесь и свобода, и творчество, и удовольствие от жизни. Таким образом, у нас размывается именно понятие, и любовь, она становится чуть поменьше. Вот так вот, на этом уровне. То есть здесь у нас вот этот уровень, например, максимальный, но с меньшим количеством людей. А здесь у нас большее количество людей, но уровень любви, да, к нам, он меньше. То есть здесь нет риска, что человек переметнется куда-то, потому что он видит в вас, в вашей организации, компании, именно свое предназначение именно здесь. Он видит свою реализацию здесь, но ценность здесь получается минимальная. А здесь большее количество людей, но этих людей могут переметнуть к себе, в том числе, другие компании, и вы можете, лояльность как бы чуть меньше. Ну вот примерно так работает, соответственно, ну вот тот пункт о ценностях как раз связан с этим. Поэтому разделение круга ценностей есть на один общий круг, все вообще люди. Так не работает, так пытаешься всем угодить. У тебя будет лояльность очень маленькая, может быть даже негативная, потому что будет казаться, что ты все для всех. Потом грубое деление есть на своих и чужих. Да, кстати, давайте по кругу тоже попробуем. Вот если у нас там круг, посмотреть по кругу Шварца, да, то есть есть, допустим, вот такое. Здесь за самостоятельность, а здесь за традиции, например. Вот это вот два вида ценностей, это вот такое жесткое разделение. Тут людей будет больше, но любовь тоже будет как бы на низком уровне. И наша задача как руководителя найти количество ценностей, которые нам нужны для того, чтобы привлекать оптимальное количество людей. Допустим, это три ценности, и мы привлекаем какое-то, что-то посередине, среднее между абсолютной любовью и поверхностной. И, соответственно, мы находим вот эту середину, в которой мы привлекаем максимальное количество людей, то есть чтобы у нас был вход в достаточно воронку большой. И при этом у нас как бы любовь именно к нашей компании, она тоже есть. Она чуть выше, чуть ниже, чем абсолютная любовь, да, но чуть выше, чем достаточно такое простое метание. И наша задача найти вот эти сектора. Как правило, таких ценностей бывают три. То есть одна основная, к чему мы стремимся, она нужна для того, чтобы просто заявить о себе. Но три мы можем использовать. К примеру, наслаждение жизнью, гедонизм здесь, свобода, свобода мыслей из явления и свобода творчества. И творчество как движущая сила, что что-то новое, что-то интересное, что-то создание. Вот, таким образом мы, допустим, не захватываем деньги, то есть мы вычитаем от предпринимателей, который только ради денег работает, соответственно, у нас как бы меньше становится. Если мы хотим захватить, то, допустим, вот у нас, у нас в том числе и деньги есть. То есть я считаю, мои ценности, что не только надо создавать продукты, но и чтобы они были для удовольствия своего и клиента. Но и важно быть платежеспособным, то есть мы должны зарабатывать. Соответственно, мои ценности будут смещены чуть меньше, допустим, в заботу о людях и доброты, но больше к деньгам. То есть мой круг вот такой. И люди, которые разделяют мои ценности, они будут вот в этом секторе. У кого-то другого будет чуть-чуть сюда, у кого-то будет сильно сюда. Важно выявить свои ценности и им соответствовать. И здесь, если ты им соответствуешь и показываешь эти ценности людям, то вот именно вот тот сектор из этого круга, который мы выбрали, он и является основным для того, чтобы создать продукт. То есть в принципе на этом круге мы и создаем как раз продукт. Вот что происходит. У нас один общий круг, все люди не работают, да, пытаешься все для всех. Два, грубое деление тоже достаточно не будет работать, потому что не хватает конкретики. То есть окей, ну ты слишком общий получаешься и у тебя нет конкретики. Это касается и продукта, и личного бренда. Дальше мы можем выявить 4 ведущие области применения с классификацией свой, чужой, хорошо для создания продукта и продаж. Ну 4 области это там отношения, деньги, социальная значимость и безопасность. Вот 4 такие области, чуть более грубое деление. И есть детализация в общем из 10 ценностей, которые только что я сейчас показал. Там есть ранжирование комбинации, хорошая для демонстрации бренда, завязанных крепких отношений и привязанностей. Это как раз мы работаем с кругом Шварца, который позволяет нам выявить тот сектор, с которым мы сами работаем, что мы чувствуем, чем мы являемся и кого мы хотим привлечь. Какой правильный ответ? Как правильно делать? Нет такого ответа. То есть если мы пополам делим, то это у нас допустим все люди. Например, там компания Макдональдс, они пытаются вообще всех охватить и у них, соответственно, минимальная такая как бы любовь. Но их все знают, но минимальная, скажем там, любовь и лояльность, да, она есть, но как бы люди не пойдут за эту компанию в поход. И взять, допустим, какой-то супер уникальный какой-то продукт, нацеленный вот на маленький сектор, и там люди будут покупать и доказывать, что их компания лучше, чем там компания-конкурент, которая с противоположными ценностями. И это настраиваем именно мы. То, как мы это настроим, это влияет на то, как у нас будет происходить, ну вообще, найм людей, работа, движение вперед. Далее, вот он, собственно, ценностный круг, все общественные терминальные ценности объединены в общий круг Шварца. Отличный круг, мне очень понравился, потому что он, в принципе, все объясняет. Есть 10-ти бальная система и 19-ти, он разделен на разные области. Мне больше всего нравятся 19-ти, уточненные именно версии этого круга. Почему? Ну, потому что, ну вот здесь мы уже смотрели, вот они, в принципе, вот этот круг, и вот подписаны основные постулаты. Можно смотреть эти постулаты, то есть отдельно есть расшифровка, и, в принципе, и надо их посмотреть. И нужно найти свои сектора, с которыми вы работаете. То есть чувство долга, мысли, самостоятельность, поступки, стимуляция, гедонизм, достижение ресурсов, власть. То есть вот, наверное, мой сектор вот примерно такой, я об этом рассказывал. У кого-то он смещен влево, ну, в принципе, дизайнерский сектор, он вот в этой части. Почему? Потому что дизайнеры открыты изменения, и у них есть задача самоутверждения. Вот, у других людей совершенно другая ценность. Выявление основных ценностей, это лучший способ, чтобы их выявить, да, чтобы понять, можно этим кругом воспользоваться. Ну, это уже я рекомендую делать как дополнительный инструмент. Почему? Потому что, ну, здесь может быть слишком абстрактно и непонятно. То есть для того, чтобы понять, что за ценности здесь и к какому сектору ты относишься, лучше заранее выполнить упражнение, ранжировав те элементы, которые, ну, вот все вот эти ценности, прочитав и ранжировать их в позиции важности. И здорово, когда вы не сами выбираете именно вот это соединение. Здесь в чем суть заключается? В том, что вот эти вот ценности, они близкие, они соединены. Когда вы заполняете тему отдельно, вы не знаете, что они соединены, вы просто выбираете. И потом вы видите, насколько либо вас там сильно носят, да, из одного в другое. Например, у вас стимуляция, открытость изменения и правила. Это противоположная сфера. Если вдруг вы выбрали, что вам важно, я не знаю по каким причинам, но вдруг так получилось, что у вас есть и стимуляция, и правила примерно с одинаковой степенью интенсивности, то получится, что где-то вы напутали. Либо вас очень сильно колбасит. Вот это как бы можно понять. Если у вас супер разносторонняя, допустим, власть и забота о других, ну, в принципе, тоже может быть, но и стимуляция при этом. То есть, может быть, такая комбинация, но тут надо посмотреть, покопаться, за счет чего так получилось, то есть, где идет разношерстность. В общем, такие вещи нужно понять. И лучше это сделать не на этом круге, то есть, круг это как результат работы, а сделать это в тестах. Дальше. Выявление основных ценностей, лучший способ ранжировать, так сказал. Дальше. Иерархии. Иерархии ценностей может быть несколько. Они расположены в иерархии от самой важной до менее значимой. Ну, ценностей может быть несколько. То есть, не то, что вы выбираете что-то одно и им следует. Обычно примерно 5 ценностей мы выбираем. То есть, если взять вот этот круг, мы выбираем вот примерно 5 позиций. Но самая ключевая какая-то одна, желательно должна быть для чего? Просто для того, чтобы показывать это людям, для того, чтобы легче было вас понять, о чем вы. Первое считаете важной для упаковки эмиссии, для незнакомых клиентов. Это нужно, чтобы сразу люди считали свой-чужой. Если у вас будет чуть-чуть боковая ценность, к примеру, у вас там стимуляция, там свобода, например, а у другого человека красота, все равно они близкие и вы соединитесь. Первое считаете важной для упаковки. Значит, первые три для демонстрации сотрудникам, партнерам и организуют принципы и правил. Также для клиентов тоже, в принципе, может быть полезно. Когда человек сказал, да, мне интересно, покажи, что у вас, вы можете показать ему 3-5 ценностей. Ну, 3 нормально. В общем, чем больше ценностей у вас есть, к примеру, 5, тем выгоднее вы завлечете клиента. Если вы проводите какую-то презентацию, либо мероприятие, либо вебинар, либо делаете описание вашего продукта, то там выгодно писать 5 ценностей, потому что человек уже пришел знакомиться с вами и с вашим продуктом. Если вы просто кому-то там в толпе или где-то рассказываете, то вам 5, естественно, не надо, вас никто слушать не будет. Вам надо что-то одно и вокруг этого одного строить основную речь. Поэтому нужно выбрать 5 своих, например, ценностей и построить их в иерархию так, чтобы вы могли как очень кратко рассказать в лифте за 3 секунды, так и более подробную речь сделать на полчаса, либо на час. Сколько ценностей должно быть? Терминальный сектор 3-5, идеально 1, главная ценность 2 дополнительных. Инструментальных тоже 5, негативных из них может быть 3. Одна основная, 3 дополнительные. Почему 3? Ну, в общем, смотрите, у вас, если есть основных 3 ценности, то примерно 3 может быть негативных. Что значит негативных? Это то, против чего вы. Потому что в инструментальных важно показать свою уникальность. То есть мы за, допустим, систему, против отношений. Не то, что мы против отношений, то есть мы в работе применяем именно последовательную работу и работу, допустим, по e-mail. Что нам не надо там звонить в любое время дня и ночи, потому что мы уважаем себя, мы за самостоятельность, за самоуважение. Это один подход. Совершенно другой подход. Клиент всегда прав. Если ты у меня заказываешь, звони в любое время, я твой друг навеки, навсегда, пока ты мне платишь. И это совершенно другой подход для другого типа клиентов. Эти две ценности, они конфликтуют совершенно. То есть люди с разными чертами характера пойдут в разные ценности. Вот поэтому именно инструментальные, они могут быть разные. И зато, если ты презентуешь свою идею, то ты можешь как раз рассказывать, почему твой подход конкурентоспособен. И ты призываешь на свою сторону людей, работать в компании с тобой и клиентов, которым это ценно. То есть ты покажешь свои ценности. А другой лагерь будет транслировать свои ценности и говорить, что нет, это все черство, допустим, это без души. На самом деле там дизайн должен быть душой, с личным подходом и вообще с творчеством. И только там вот в ночи вместе с клиентом на ночных созвонов мы можем найти какую-то идею. И то, и то имеет смысл, и то, и то верно для каждой группы людей. Важно, чтобы эти группы не смешивались. То есть трансляция своих ценностей нужна для того, чтобы если вы системный человек, к вам не приходили эмоциональные люди, то есть они просто будут выедать мозг. И наоборот, если ты эмоциональный и тебе будут делать бюрократию какие-то правила, то ты просто не сможешь работать, потому что ты привык работать на честном слове и на личных отношениях, например. А тебе просят договор. Тебе просят договор не потому, что тебе не доверяют, а потому что человек с другими ценностями, он по-другому работает. Вот это важная тема, и вы транслируете ценности, если вы их вывели, транслируете и позитив, и негатив. Позитив, чтобы привлечь своих, а негатив не говорит, что это плохо, просто говорит, что у вас так не принято. Смысл не ругать кого-то, а и не критиковать этот подход, а говорить, что мы так не работаем. И вот это, что мы так не работаем, это на самом деле большую силу для того, чтобы привлекать тех, с кем вы хотите работать. И они тоже такие, да, да, мы тоже так не работаем, мы работаем вот именно так. Какие ваши ценности? И тогда они видят именно вот этот дисбаланс и видят вот эту раскачку, которую вы даете, и видят вашу силу, потому что вы не боитесь и не стесняетесь об этом говорить. Вы честно знаете свою позицию, объявляете ее, соответственно, вы человек, который имеет стержень. А человек, которому имеет стержень, с ним хочется работать и к нему хочется идти и покупать, и идти исследовать. Похожие ценности. Встречаются у людей похожих профессий, творческие люди, индивидуальные особенности, возможно, с небольшим смещением. Ну то, что я говорил по кругу, да, что чаще всего у дизайнеров, у творческих личностей будет вот эта тема, открытость и самоутверждение. Вот у них будет вот в этой ценности. Иногда бывает вот сюда немножко самоопределение завязано. Но в любом случае у них будет рост свободы от тревоги, вот здесь вот стремление, и меньше там избегания самозащиты. Вот, и частично у них социальный фокус, частично там личный фокус. В общем, где-то вот здесь. У людей там заботливых каких-нибудь, да, и консерваторов будет что-то сюда. Ну, здесь я сильно не анализировал, можете сами по ценностям попытаться проанализировать там своих друзей и знакомых. Так, идем дальше. Не похожие ценности, конкуренция ценностями и идеями. Если сильно среди профи займ, почему займ, среди профи негатив волна лагерей, да, если сильно, в общем-то, и рассказываешь о своих ценностях, то будет лагерь, который будет с вами не согласен. И будут резкие выпады среди профессионалов, двигающихся к вашей же цели, но другими способами. Это высокий риск возникает. И возникают медиа-скандалы, когда говорят, вот этот человек неправильный, он неправильно мыслит, неправильно действует, он там всех подану к ребенку, либо он неправильным способом добивается счастья. Вы-то знаете, что правильно. Это нормально. На самом деле здесь бояться не стоит. Любые конфликты и любая такая динамика, она важна людям для того, чтобы поляризироваться, для того, чтобы выслушать чужие аргументы и выслушать ваши аргументы и принкнуть к какой-то стороне. Поэтому не бойтесь конфликтов, не бойтесь выражать свое мнение, это хорошо. Не то, что хорошо, это единственное, что должно быть, это самое важное. На самом деле вот эти конфликты. Поэтому любая критика в ваш адрес, любое непонимание, вы говорите, да, ваше мнение такое, а я вот придерживаюсь своего мнения и объясняете почему. И вы можете объяснить, если вы сейчас внимательно это все послушали и сделали упражнение по ценностям, то вы говорите, да, у меня ценности такие, у моих сотрудников и моих клиентов ценности такие, поэтому мы делаем так, а не иначе. И мы добиваемся вот таких результатов, и вот почему у нас это получается. И дальше переводите стрелки с конфликта на то, чтобы побороть какое-то чужое мнение. Вы вообще с этим не спорите, вы просто говорите, да, у вас свое мнение, а у нас свое. И любой конфликт, любую нападку со стороны других людей, с другими ценностями, вы воспринимаете как повод рассказать о своих и рассказать причину, почему вы так поступаете, причину-следственную связь. Таким образом, у вас получаются в любой ситуации суперсильные позиции. Поэтому вы никогда не будете бояться ни конфликтов, ни, наоборот, вы будете их искать, и у вас будет суперсильная позиция. Ну, примерно у меня так, то есть меня невозможно ни одним вопросом поставить в тупик. Я скажу, да, у вас так, а у меня по-другому. И у меня то, что по-другому, дает результат, потому что у меня сильная система ценностей и сильные аргументы и сильные результаты. Почему? Потому что вот так я действую. И рассказываю уже, почему я так действую. У кого-то другие, окей, другие. Но если он будет делать нападки, я смогу сделать аргументированную обратную связь по этой теме. И ни в коем случае не расстроюсь, а буду радоваться, потому что люди увидят, у кого более сильные позиции. И у меня будет более сильная позиция, потому что я знаю всю эту теорию и смогу выстроить свои аргументы с точки зрения фактов и с точки зрения последовательности стремлений от ценности. Вот по этому кругу я покажу аудитории в зале, как им важно соблюдать мои правила, чтобы добиться их ценностей. А другой человек, он просто, если это не понимает, то, что я сейчас рассказываю, он это не поймет и не сможет преподнести именно аргументированно. А аргументированные комментарии для умных людей, это всегда хорошо, потому что они именно ко мне придут. Но с другой стороны, другой человек, допустим, противник моего мнения, может на эмоции идти, говорить, это все неправильно, то, что я рассказываю, это все, что ты слишком рассказываешь, слишком научно, на самом деле дизайн не про это, он про чувства. И чувственные люди, на самом деле, к нему пойдут. И это хорошо, если мы будем делать дебаты в каком-то зале, то половина людей пойдут ко мне, а половина людей пойдут к другому человеку, это хорошо и для меня и для другого человека, если он достаточно умный, чтобы показать себя с лучшей стороны и привлечь свою аудиторию, то к нему пойдут его люди, а ко мне мои, и это то, что нужно, потому что мне не нужны подписчики и люди с другого лагеря, зачем они мне нужны, если я с ним никак взаимодействовать не буду и не смогу, а ему не нужны мои, но мы весь зал поделили пополам, и мы молодцы, То есть поэтому, кстати, там любые конфронтации, когда там шоу какие-то показывают, ну, я не знаю, знаете или нет, шоу, допустим, где там все ругаются по телеканалам, они ругаются для зрителей, для эффекта, для шоу, а на самом деле они просто могут быть очень милейшие люди и за эфиром, пока камеры выключены, они просто мило общаются, раз камеры включили, они пошла вот эта вот игра, почему? Потому что они все понимают все и они борются за внимание и за аудиторию, это нормально, То есть если мы это все понимаем, мы убираем все эмоции, такие, окей, все хорошо, убираем эмоции негатива с людей, которые против нас, особенно если они умные тоже люди, просто у них другие ценности и другие способы достижения ценностей, и тогда мы можем взаимодействовать с любыми людьми, никому не желать зла и наоборот, ну, быть добры, и нас тогда ничто не выведет из себя. Будьте здесь внимательны, это работает и с партнерами, и с коллегами, с конкурентами, с сотрудниками, то есть если мы все это дело понимаем, у нас очень легко становится вести дела, мы транслируем в любой ситуации свои ценности, начиная от выступлений, заканчивая сторизами, и к нам приходят наши люди, которые нам нужны, с которыми мы работаем, а не наши люди, не из нашего вот этого круга, не из нашего сектора, они к нам просто не приходят, они нам и не нужны, зачем они нам? Мы с ними не работаем, мы выбрали для себя аудиторию и с ней работаем, показываем наши ценности. И показываем, что другие ценности, они менее конкурентоспособны, чем наши. Мы такие, да, 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 точно, да, идем к вам. Значит, твоя стратегия и идея лучше остальных показывать, но без врага. Это хорошо? Да, значит, здесь позиции по конкуренциям хочу отметить. Я сейчас привел хороший пример дебатов и всего остального. То есть, если вы супер сильно хотите поляризовать аудиторию, то есть, супер получить, там, сильно выделяться, то вам нужно воевать. Именно воевать с несогласными, с вашим мнением. Вам нужно находить и участвовать в дебатах, именно в конфликтах. Почему? Потому что это привлекает людей. Если вы, в общем, нацелены на то, чтобы привлекать много людей за счет конфликтов, дебатов, вам нужно сюда идти, в войну, в лагерей, именно в войну идти. Но при этом вы можете не ненавидеть своих соперников, считать их лучшими друзьями и быть даже лучшими друзьями. Просто у вас конфликтные взгляды. Это нужно для того, чтобы поляризовать публику. Помните это. Вторая тема, если вы не хотите, если сами вы человек, по сути, не конфликтный и не любите, не хотите участвовать в конфликтах, то ваша может быть просто стратегия и идея. Вы не осуждаете, не обсуждаете вообще чужие идеи, вы просто транслируете и показываете, как у вас получается. Это более лайтовая позиция, но тем самым вы никогда не вырастите супер сильно. То есть, это для тех, кто хочет сильно вырасти. То есть, чаще всего вот здесь просто показываете и тем, кому это интересно, каким-то образом вас находят по рекомендациям, по совету друзьям, случайно видят в сторисах и потом к вам приходят. Здесь врага у вас нет, вы более мягкий, спокойный, не выделяющийся, без сильных результатов человек. То есть, можно сказать, более такая стабильная позиция. Это тоже выбор, осознанный выбор. Вы должны понять, что у вас очень спокойная ситуация. И вы действуете именно так. То есть, я, наверное, ну не скажу, что я там супер конфликтный, да, я вот больше, наверное, ко второй иду все-таки, да, тем самым я теряю большое количество людей. То, что я рассказываю, это очень ценно, очень полезная, очень классная информация. Ну и, в принципе, мне бы неплохо было бы конфликтовать с разными людьми, чтобы доносить точку зрения. Возможно, я к этому приду. То есть, но пока я сейчас нахожусь на второй стадии и чувствую больше гармонию и спокойствие. В принципе, это и является тоже моей ценностью. Но, в принципе, я не вижу ничего плохого, чтобы немножко поконфликтовать. Я умею, люблю это делать. Я люблю, собственно, негативные какие-то комментарии, потому что это дает возможность мне развернуть мою точку зрения. Вот, но сам сюда не иду, потому что больше сейчас завязано на создании своей системы и на трансляции ее. То есть, когда я ее запишу, создам, то есть, это может быть элементом продвижения. Сейчас я на этой стадии, поэтому, как бы, сильно не выделяюсь и работаю, ну, как бы, с входящими. И есть разные точки зрения. Это хорошо, но слабо для клиентов. Что значит разные точки зрения? Если вы как эксперт, то есть, любой нормальный эксперт, тут возникает парадокс эксперта, любой нормальный эксперт скажет, ну, тут надо смотреть вот разные ситуации, давайте посмотрим с разных сторон, что с вашей стороны вы правы, как судья такой возникает, а с вашей стороны вы правы. И вроде все правы, и можно любое действие объяснить. То есть, тут и строители правы, и дизайнеры правы, и клиенты. Таким становится человеком суперрассудительным. Что возникает? Возникает, что с точки зрения эксперта и коллег и конкурентов, это такое ни рыба, ни мясо вообще. То есть, такой, как бы, человек, который и вашим, и нашим. Поэтому он абсолютно не опасен. Он не угрожает тем, что заберет клиентов, и не угрожает тем, что заберет лучших людей на рынке. То есть, это просто человек, который для всех. То есть, он очень комфортный для всех. Но что, и это правильно. То есть, любой эксперт, он хочет, как бы, он реально понимает, что вот то, как он говорит здесь, с разной точки зрения имеет смысл. И так и есть. Но, тем самым, это очень слабо для клиентов. Клиенты не хотят работать с людьми, которые, как бы, и вашим, и нашим. Поэтому здесь тоже нужно сделать понимание. Если вы очень толерантны ко всем, и очень, как бы, все для всех делаете, и то, и то, и таким способом, как хотите, пожалуйста. То есть, если вы суперуслужливы и супер не конфликты, то вас уважают коллеги сильно, но вас никто не знает. Ну, поэтому, как бы, ненависть коллег, это хорошо, как раз таки здесь. Почему? Потому что вы, чем вас больше сильно ненавидят коллеги, они ненавидят вас, потому что вы выделяетесь какой-то одной точки зрения, а коллеги, как правило, выделяются другими точками зрения. У них они есть, даже если они не сформулировали. И вас начинают ненавидеть из-за того, что у вас есть своя точка зрения, и она работает, особенно если она работает. У меня такое было, когда я создал курс по визуализации, и я раньше выкладывал на сайте Render.ru большое количество работ. Ну, то есть, там было много работы, там меня там хвалили, говорили, молодец. Но как только я стал создавать курс по визуализации, возникла куча людей, которые говорили, нет, это все не работает, это все профанация, у него вообще работы плохие, посмотрите. Потом в итоге я стал выкладывать курс, потом в итоге этот курс забанили. В общем, было очень смешно, потому что пришли сразу же куча людей и рассказали, почему то, что я делаю, это неправильно. И я это знал, и я это хотел, и я это желал. И более того, именно то, что, как я с ними спорил в комментариях и отстаивал свою точку зрения, именно это привлекло ко мне много клиентов, и я на этой теме заработал не одну сотню тысяч долларов. Почему? Потому что был конфликт. То есть, я благодарен людям, которые увидели во мне угрозу и позволили мне сильно в конфликте вывести на то, что, показать свои ценности и показать то, что я предлагаю. Именно это сработало. Тогда я это не осознавал, не знал, но как бы интуитивно чувствовал, сейчас я знаю, что это запланированная история, и надо так делать. То есть, если ты хочешь суперсильно продвинуться, то надо на кого-то даже нападать, идти войной. Если ты формируешь только свою идеологию и методику, то ты ее формируешь и берешь обратную связь у людей. И если ты суперэксперт, то ты ни рыбы, ни мяса, и, как правило, продвижения твоего не будет. Это тоже нормально. То есть, можно ли быть все для всех? Да, можно. Можно ли быть не конфликтом? Можно. Можно ли говорить, что зависит от разной ситуации и чувствовать себя экспертом при этом? И быть правым? Можно. Но тогда ты не продвинешься, тебя никто не узнает. То есть, за все есть плата. И я не говорю, что хорошо, что плохо. Каждый за этих способов выбирает сам. Я просто предлагаю разные способы и объясняю, почему работает именно так, а не иначе. Следующая часть – это изменение ценностей. Изменение ценностей человека и компании могут меняться со временем. Переоценка ценностей это называется. Через несколько лет, с итогами нашего роста, то есть, детская позиция, потом подростковая, потом взрослая, потом у нас идет средний возраст, старший возраст, умирание и смерть. Допустим, это стандартный цикл жизни организации и человека. И несколько раз у нас могут меняться ценности. Как правило, ценности во взрослом уже положении, ну тоже, в принципе, они могут меняться. То есть, каждый этот этап, он немножко корректирует ценности. Сильно меняются ценности, когда у нас не достигнут барьер взрослости. То есть, когда мы подросток, ребенок и, я имею в виду, не как человек, а как компания даже. Когда мы формируем только ценности свои, когда мы определяемся. У нас, как правило, еще не закрыта тема с личными финансами, с личной безопасностью. Поэтому чаще всего наша ценность является личная безопасность и накопление себе первоначальных ресурсов. Сходя из этого, это нормально. У нас ценностью является даже не суперчестная какая-то позиция, а позиция, что обеспечить себе безопасность. Это тоже нормально для живого существа. Но с течением времени возникает ситуация, когда уже у нас безопасность не стоит на первом месте, потому что она закрыта. И у нас есть умения, навыки, у нас есть финансовая безопасность, подушка. И мы уже думаем о следующем этапе по пирамиде масла. И тогда у нас возникает ситуация, что ценности у нас переоцениваются. И это тоже нормально, потому что мы выходим на следующий уровень. И вот такие переоценки ценностей, они бывают, они меняются. И еще важная часть, что в начале карьеры мы можем быть ведомыми. То есть наши могут захватить какие-то люди, у которых уже сформированы ценности, которые обладают вот этим вот инструментом, то, что мы сейчас обсудили. Они умеют влиять на массу. То есть в начале мы являемся теми массами, на которые влияют как раз. Это тоже нормально, потому что мы этого не знаем. То есть вы, допустим, не смотрели это видео и не учились. Сейчас, может быть, даже где-то увидели, где вами манипулировали с хорошей или с плохой с точки зрения. Вы просто не знаете. Также много людей тоже этого просто не знают. А если знают, не могут осознать, либо не верят, либо у них другие ценности. И в какой-то момент ценности могут быть переоценены. Это тоже нормально. В компании, получается, допустим, сначала у вас ручное управление, когда вы работаете с друзьями. Наверное, многое так было. Я, например, тоже лично начинал работать с друзьями. Я взял менеджера не потому, что он был менеджером, а потому, что он был знаком, и мне так было проще. У меня была ценность именно с отношениями. Я взял человека, который вроде как я знаю с детства, и который не подведет. Мы действительно с ними проработали много лет, наверное, 10 лет. И потом, когда уже компания стала меняться, и мы перешли от управления на уровне эмоций и отношений на уровне KPI и показателей, выяснилось, что мы не соответствуем, и нужно менять модель управления. И, соответственно, с первыми сотрудниками мы расстались. Зато пришли новые сотрудники на новые ценности. Сейчас там тоже другие сотрудники приходят на другие ценности, на ценность развития. То есть тогда у меня была ценность, допустим, безопасность, что я обеспечил в компании, обеспечил стабильный доход. Сейчас люди приходят уже со стабильным доходом на развитие. То есть абсолютно меняется. И таких изменений ценностей может быть 2-3-5. Ну, смотрите сами. Ну, примерно может быть 3. Это тоже нормально. Через 3-5 лет, кто как растет, могут меняться ценности. Ценности меняются именно с ростом. Рост может быть супербыстрый, суперстремительный за 2 года, а может быть длиной в 10 лет. Это нормально. Но ценности, если они вдруг меняются, то самое время не цепляться за прошлое, а переосознать их. И поменять, чаще всего тут меняется человек сам по себе, окружение, работа, продукты. Это корректировка по развитию и изменений потребностей. То есть здесь у нас потребности меняются, изменяется наше развитие, этап развития и меняются ценности. Это нормально. Самое важное, чтобы ваши ценности и сотрудники, с которыми вы работаете, клиенты, с которыми вы работаете, они соответствовали на данный момент вашим ценностям. Поэтому, если у вас ценности меняются, неплохо пройти еще раз все психологические тесты, раз в несколько лет пройти, если вы чувствуете, что где-то там закопались, пройти еще раз переоценку ценностей, посмотреть по этому кругу. Нормально делать это упражнение несколько раз. Изменение ценности компании – это изменение компании, перестройка ценностей, они требуют трансформации, так как прошлый коллектив может не подходить. Нужно запустить и перестроить людей. Либо взять людей из прошлого коллектива, которые соответствуют новой ценности, либо поменять новых. Когда мы перестраиваем компании, помогаем работать предпринимателям, очень часто как раз компании начинают работать на теме такой семейной компании, либо по принципу «возьму друзей и начну работать». Правила у них получается это все, но в какой-то момент они разрастаются и уже такое человеческое управление не работает. Ну просто не работает, это неэффективно становится и вредно даже для всех. И поэтому люди приходят ко мне, у меня есть система работы, системные компании, как построить организацию. Но я всегда предупреждаю, когда человек внедряет эту тему, не ломайте ценности моментально, потому что если вы даже перестроитесь, люди не перестроятся. На самом деле даже и собственник не перестроится, он не будет готов. Но по-хорошему нужно, чтобы прошло какое-то время для того, чтобы собственник сам понял, что он сменяет систему ценностей и это ему подходит. И дальше вдохновил других людей перейти в новую систему ценностей. К примеру, в организации это очень хорошо видно, когда работает компания на семейных ценностях и вручном управлении в офисе, мы перестраиваем на показатели и на самостоятельную работу. То есть по сути наша задача не отвечать за других людей и не управлять ими, как мы привыкли обычно. То есть приходит начальник и говорит, что делать, другие люди делают, и он их корректирует. А переводим на управление через свободу и ответственность, потому что свобода это равно ответственность. Не бывает свобода без ответственности. Многие люди не хотят брать ответственность. Соответственно, многие люди хотят свободы, но по факту не хотят. Они хотят свободу, но без ответственности. Это не работает. И мы передаем ответственность на заведение проекта именно не руководителю, а человеку, который занимается проектом, он становится ведущим специалистом. И дальше он должен перестроиться, либо он понимает, что от него требуется и быстро перестраивается. Многие к этому готовы, многие этого и ждут. Для многих это как раз фактор роста. И тогда получается новая компания, организация. Многие не перестраиваются, тогда нужно искать новых людей и сразу же брать их в систему, которую озвучивает руководитель уже новую систему. Вот так переходит перестройка. Моментально это сделать не получится, потому что, во-первых, нужно желательно оставить, что есть, чтобы не ломать, и параллельно построить новую систему, в которой взять новых людей. Если система старая будет менее эффективна, чем новая, Что значит менее эффективно? Она будет приносить больше денег при минимуме вложений времени и ресурсов. А это будет в любом случае, потому что автоматизация в любом случае побеждает ручной труд. И тогда, когда собственник это увидит, то старую тему он закроет и откроет новую компанию. В принципе, у меня так тоже было. У меня была студия визуализации, построенная на ручном управлении, на менеджерской истории, когда они сами работали. В какой-то момент я понял, что это уже сильно неэффективно. Мы эту тему закрыли и переформировались в студию дизайна, в которой мы работали по вторым показателям, где все было системно и построили систему студии дизайна. Это нормальный рост. Соответственно, какие-то люди с нами дальше не пошли, хоть мы с ними работали много лет с детства, а какие-то пошли, которым было это выгодно. Какие-то новые пришли и совершенно по-новому построили работу и развили нашу, в том числе, компанию и себя через нашу компанию. Итак, ценность, она дает видение. Видение, мы об этом поговорим подробнее чуть позже. Видение это то, как вы видите идеальную картину миру. Из ценности вы можете проследить, как вы видите мир и себя в нем. И это может дать вам цели, которые нужно сделать. Цель это более конкретно. Сейчас мы говорили достаточно абстрактно, какие-то такие понятия. Окей, ценности, миссии, все остальное. Но здесь мы уже переформатируем это в некое видение, как мы хотим, а видение можно переформатировать в цели. И с целями мы можем работать. С целями мы можем сделать иерархию тоже и поставить некий план по их достижению. Таким образом мы двигаемся к нашим ценностям через видение и через целевые действия. И тогда у нас все получается. Ценности сдают направление и можно из направления помечтать о светлом будущем. Это вот видение. Как оно будет, когда ты будешь нарисовать калаш мечты или поставить цель глобальную, а затем разделить ее на более мелкие достижимые цели, которые можно в обозримый срок достичь, если у тебя есть навыки. Это и будет план на внедрение. Именно к этому мы придем в конце нашего мероприятия. Ну и в завершение хочу сделать иллюстрацию. Это скачалось на интернет. Система ценностей американской, японской и арабской культур. И здесь мы можем увидеть, как американская, японская, арабская культуры совершенно разные системы мироустройства, какие у них ценности. Если мы говорим американская, у них свобода, независимость, уверенность в себе, равенство и индивидуализм, конкуренция, то японская это принадлежность, группе, групповая гармония. Здесь в общем у них получается индивидуализм, а здесь групповая история, коллективизм, возраст, большинство, групповой консенсус. Абсолютно разная механика и идеология. В арабской безопасности семья, гармония. В общем здесь семья, самое важное, здесь важно сообщество, а здесь важна индивидуальность. Вот абсолютно разные истории. И мы берем первые 5-6 тем, если здесь конкуренция, то тут сотрудничество. И видим, что японской и американской культурой очень сложно подружиться и сделать какие-то, наладить какие-то взаимоотношения. Почему? Потому что ценности совершенно разные. То есть могут только бизнесмены здесь наладить некое сотрудничество, потому что для бизнесменов все-таки важны деньги, и они на этом договариваются. А все остальное, как бы межличностные отношения, все остальное уже будет сложнее. Ну если не будет только индивидуальной здесь изменчивости, то естественно, что некоторым американцам важен тоже коллективизм, а некоторым японцам важна там свобода, независимость. Но в общем и в основном, если мы берем ценности, пропагандируемые в обществе и государстве, то в основном они вот такие. Также и здесь мы сформулируем наши ценности, и за нами идут люди, которые идут с нами. Надеюсь, эта информация была для вас полезна и интересна. Мне было тоже интересно и увлекательно вам про это рассказывать. Я сам тоже рассказываю много чего нового узнал. Если есть какие-то вопросы, комментарии, предложения, с удовольствием их послушаю. И давайте переходим к практическим упражнениям, делайте задания и пишите свои выводы и отчеты.